Итак, вы реализовали свой первый модуль на языке Haskell и загрузили его в интерпретатор, запустив интерпретатор с именем этого модуля. Существует, конечно, и альтернативный способ. В уже запущенный интерпретатор мы можем загружать некоторые модули. Давайте посмотрим, как это делается. Создадим в текстовом редакторе новый модуль. Реализуем его код. Вот это модуль с именем test, в котором определена функция sayHello, выводящая в терминал следующую строку. Hello from module test. Сохраняем этот файл под именем test. Указываем расширение, что это модуль на языке Haskell. После того, как наш редактор понял, что это модуль на языке Haskell, он начал раскрашивать наш код в соответствии с некоторыми стандартами языка. Следующая операция, которую нам нужно выполнить после того, как этот модуль существует, нам нужно запустить сначала GHCI. Обратите внимание, что я нахожусь в том же самом каталоге, где у меня мой модуль лежит. И теперь мы можем выполнить команду интерпретатора, которая отвечает за загрузку модуля. Это команда load. Имя команды можно сокращать до первой буквы, написав двойточие L. Все команды интерпретатора начинаются с двойточия. Теперь я должен указать имя модуля. И вот мой модуль загружен. Теперь я могу вызывать функции из этого модуля, набирая имя этой функции. У нас там определенная единственная функция SayHello. Вот я могу ее вызывать. И функция делает то, что она должна делать. Выводит соответствующую строку в терминал. Крайне полезной является возможность перезагрузки модуля после внесения в него исправления в редакторе кода. Давайте поменяем что-нибудь в нашей программе SayHello. Ну, например, добавим слово World. Сохраним эти изменения. И, перейдя в интерпретатор, вызовем команду интерпретатора Reload. Перезагрузить. Ну, естественно, укажем имя модуля тест. Перезагрузка произошла успешно, никаких сообщений об ошибках не появилось. Поэтому мы опять можем вызвать нашу команду SayHello. Мы видим теперь, что у нас измененная функция вызывается. И появляется слово World в том выводе, которое функция SayHello осуществляет на наш терминал. При программировании на Haskell многими используется именно такая модель работы с двумя открытыми окнами. Код пишется в редакторе и тут же проверяется в интерпретаторе. Или наоборот, выражения постепенно проверяются в интерпретаторе, то есть постепенно конструируются в интерпретаторе, и затем переносятся в редактор, как функции или их составные части. Продолжение следует...